всем привет снова с вами game dragon и у нас сегодня как видите дождь ну а кроме дождя у нас сегодня с вами stormworks я не мог пройти мимо последних обновлений в общем-то принципе не подстегнули записать серийку может быть парочку и так что у нас интересно добавилось мы опять в карьере я вернулся в общем-то из нашего дальнего путешествия кто не помнит может посмотреть стримчик последний мы с вами в арктику съездили но ничего не купили мы тут зато все исследовали все 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 дороги и съездили в общем начать купить на денег как-то немного естественно миссию нам сгенерировали сразу в арктике что мне как говорится с одной стороны хорошо с другой стороны не очень дико далеко хочу миссии здесь а вторая вещь которая меня дико печалит это я подключил все все трафики жизнь и самолеты трафики есть и вертолеты трафики и вроде бы как даже корабли но я зараза ни одного не видел до сих пор че с ним не делал скажешь они вроде на карте должны отображаться но я не видел все модули подключены все сценарии включены нету короче печаль бяда поэтому пойдем мы сегодня с вами на вертолетном острове так как у нас сегодня вертолетные изменения и вот уже сразу вы видите у нас добавился новый ротор я думаю для тех кто следит за игрой это уже не новость вот это я кстати не знаю в релиз она пошла я-то на бета ветки но я вам расскажу значит то что вы так долго ждали коаксиальные теперь роторы то есть теперь можно поставить ротор один на другой можно его там отзеркалить вот так например и получить соосную схему я не знаю кстати будет так работать или надо ставить нормальную схему ну не вот эту а короче два таких не знаю что самое интересное еще появились я думал у нас только роторы будут да вот такие большой такой же маленький есть вот они немножко дизайном отличаются но не все безумно красивые безумно клёвые так но разрабы пошли еще дальше значит боковой и понятно дело хвостовой и не поменялся но зато они поменяли пропеллеры самолетов смотрите например мы возьмем пропеллер ротор средний да это вот самолетный у нас был и вы тоже видите что у него есть проходная часть которая позволяет проводить крутящий момент и также есть его законцовка которая теперь вот так выглядит ну все то есть держись берега теперь можно строить ту 95 в общем просто шикарно что я предлагаю сделать я немножко побаловаться с нашими роторами сегодня не знаю по поводу миссии ну я в арктику лететь не буду ротор light у него тоже видите есть такое то есть наш классический старый самолетный пропеллер самый простой можно тоже навешать несколько но смотрите что еще в роторе поменялось если вы перейдете в опции до раньше мы могли выставлять количество лопастей их тот самый угол атаки сразу да то сейчас у нас появилась такая опция которая блэйд лэнс то есть я могу в пределах там 50 процентов плюс 50 процентов минус увеличивать или уменьшать длину лопастей меня это почему-то как то ну прям в приводит какой-то такой неописуемый восторг я не знаю неописуемый неописуемый потому что теперь получается у нас ну как бы сколько здесь было 6 8 да то есть я теперь получается могу смотрите маленький увеличенный до 100 процентов и и и не он тут попади в него еще и этот уменьшенный до нуля до есть будет отличаться вот настолько то есть можно маленький теперь увеличить и он будет у нас я так понимаю что если вы увеличиваете длину я еще не проверял если вы увеличиваете длину то получается вы увеличиваете несущей ну несущую нагрузку которую можно этот винт нагрузить и наш вертолетик вот этот вот хелик который у нас был кстати у нас старая версия осталась где-то здесь где она тут господи вот он light хелик который мы вешали видите три гербокс деприкейтед так хочу гербоксы деприкейтед о как интересно а куда гербоксы делись а вот этот момент я что-то пропустил так а ну давайте смотреть дело при а они заменили гербоксы теперь на вот эти вот один к одному они официальных ввели то есть они старую вообще убрали теперь о так это круче и теперь они начинают повреждаться при разе они сделали то что них и болен какие они молочинки просто красавцы теперь получается смотрите какая фигня если у вас разница в крутящем моменте 1200 то есть он либо не работает либо он будет ломаться обалдеть то есть этот большой выдерживает разницу в 4000 и этот аж в 20000 у это критически меняет вообще подход ко всему что мы с вами делали сушки я предлагаю вам построить вообще-то да с нуля какую-нибудь соусную схему сегодня начнем мы ее не закончим явное дело но слушайте тут тогда прям вот я не знаю к 52 или к 50 ну прям прям вот же ждет же правда же ну все вот будет нам зачем заняться на несколько серий воу ну все так и я тогда прямо вот в растерянности честно говоря но тогда начнем с роторов больших или малых это мне ангар мало а давайте попробуем построить на мелких роторами или мелкие ну мелкие хорошо если я его увеличу как-то мне совсем мелким кажется вот так да то есть ну я не знаю но в принципе мелковат гусар да а если так вот так получше будет мне кажется и на крайнях можно будет его уменьшить и вот да 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 вот это вот будет так не трава жалко негативный нельзя поставить изначально хоть не знаю есть ли в этом смысл какой так и сразу ну блин ука 50 скушки сколько ука 50 лопастей я забыл прикиньте по моему 3 до 3 штучки у него так надо чаще летать в dcс на к 50 и будет нам счастье тогда сразу возникает вопрос я не очень понимаю как все-таки ставить этот в обратку или этот поставим пока вот так и знаете чем не хватает а хотя бог с ним ладно пускай так я думал чтобы знаете сдвинуть их один относительно другого и было бы ничего но пускай будут так только то подождите надо же его уменьшить тоже иначе ничего хорошего не будет слушайте а шести сделать один большой а второй уменьшить будет его сильно перебонить или нет блин столько вопросов вызывают разработчики заразы балуют нас понимаешь ли ну вот моего максимум вперед отодвинули и от этого будем плясать так теперь гербоксы были на автомат перекоса сделали шикарно про если он еще работает и в нем есть анимация то это вообще космос господа так вот так оставляем теперь я прям вот не знаю весь в экстазе так это у нас ну что стрейт или а ну да то что они добавили нам наконец-то т-образных и прочих разных пересеченных труп это уже я думаю вообще не новость а вот поэтому окей я надеюсь они добавили нам и закрытые блоки такие же да или нет она cross and close corner ну давайте cross поставим только зачем нам так нам он не так нужен нам он нужен к елке вот так опять же на клавиатуру несмотря на у меня закрывается микрофоном и я поэтому не все вижу ну то есть так и остался отверстие со всех сторон болит вот прям любуешься на него и все дайте я узел спавню я не могу я хочу на это посмотреть так а я опять без фонаря боли не свой фонарь про протерял ну чё ну клёвый же жажа возвращайся так дизайн ну я не говорю что будет четкой к 50 по дизайну то есть я хочу все-таки что-то плавучие потому что у нас просто нужно ли нам плавучие да нужно если мы будем оперировать и садиться куда-то на воду нам нужно плавучие так вот если мы работали в два лица я уже много раз об этом говорил тогда можно было бы оставить что-то не плавучие так хорошо тогда давайте мы пока сделаем прямую трубу где она тут прямая труба ладно пока не будем туда ставить я сейчас просто чтобы у меня была чтобы я потом к ней не возвращался так и теперь начнем чего-то мастырить во-первых по высоте ну нужно не нужно ладно такая будет так здесь двушка или четверочку возьмем сейчас сейчас опять же процесс дизайна я не ожидал что я честно говоря буду передизайнить его с нуля если вам это не нравится вы конечно же пишите им это дело быстренько прекратим так но у нас было покороче на к 50 все-таки в голове то соусная схема только одна то ю мою вот так это сюда тут он был более прямой соответственно нам понадобится при не туда я я тебя вообще не туда хотел хоть ты зараза ну ладно раз ты такой противный будь вот так вот потом наверно где-то здесь опустим вниз а здесь закосим в низ единственный у меня вопрос если соусная схема я же так а вот кто соусная схема к 27 еще я так понимаю мне задний пропеллер не нужен соответственно и вывод на него не нужен на стабилизирующий вин ну посмотрим посмотрим как это будет все развиваться у меня сейчас в голове как бы мысли есть но проверки этого нету я теперь сейчас вообще думаю куда коробки то впихивать то новые да так но типа кабина будет где наше кресло будет пилотская это драйвер депилотская компактно это hotos я свой hotos уже почти спрятал кто не знает я в процессе почти что переезда но на 50 блин почему он весит 50 но это не честно зависит 7 значит будет вот это компактно так хочу ли я 2 от смысла мне пускай у меня будет вот такое так не это слишком сюда зацеплю чтобы потом его не выбирать давайте он здесь будет так наверно слишком далеко он здесь нормально здесь это пока уберем их чего-нибудь здесь оставит а пока так больше он похож знаете меня на кого сейчас не на вертолет а на этот герокоп не на герокоп автографа забыл как называется так мне кажется это вот как раз низковато на одну бы еще поднять да или нет или или мне кажется выбирал выбирал вот так и убил ее давайте и наверное поближе сюда то что это слишком далеко вот так пускай будет теперь концепция 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 тогда вопрос если нам назад выходить не надо воздухозаборники можно будет сделать по бокам где нашу воздух идите сюда вы услышите вопрос сразу а может заморочимся и сделаем это на новых движках ну а ну а чё использовать готовы до раз уже во все тяжкие так по полной программе и цены ска тем более что них тут уже привели в чувство даже добавили я смотрю эти ремни которых тут вот где-то там они блэмкают только что он при повороте но понятно что они еще не строится нам надо придумывать нормальный модульный двигатель значит для модульного двигателя надо его куда-то построить значит где модульный двигатель располагался где модуль где обычный двигатель располагался у пятидесятки во первых он располагался вверх два начнем с этого так и их два и они расположены вот здесь сверху хочу ли я расположить их сверху черт его знает не знаю даже но давайте попробуем расположен во первых будем делать маленьким до одноцилиндровики то есть мы можем кэш блин столько возможностей я прям вот можно же конечно молоту слушать а может турбину сделаем а хрен с ними с модульниками что это 3 на 3 но это но это но это же вообще не для этого малые можно можно забабахать малую турбину так тем более у нас для нее в принципе все ну блин а здоровая у нас есть джет дакты да есть дакт angel ну принципе дакты есть можно блин я не здоровый такие капец это немножко не для этой машины на она слишком здорово будет эта машина к 27 тогда пойдет там дизельники стояли по моему ну то есть если например вот делать вот так да я на 6 7 метре я чуть пониже например и хоть блин я даже не знаю это что у нас джет турбина маленькая ее куда-то сюда надо будет запинь юри так вот стала она нет да вроде бы а этот сюда и вот так сушки но не такой на самом деле он здоровый получается но честно говоря если сейчас где наши детали это у нас был турбина это у нас компрессор а это у нас сам камбаш чендер камера сгорания я вот уже не помню первых я это неправильно вставил так вот 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 так он должно быть подождите а где а вот механическая нет это топливо а где у нас штука с которой снимается мощность я потерял или я и не разве серчал еще а сейчас будет весело и а ну подождите стойте спаун понятная не для этого сделать спаун я сделать для того чтобы посмотреть здесь а все ли я сделал но это понятно это не то вот зараза нет это медиум этот нормально окей это нормально не то что мне надо так стоп а где же тогда на камбаш чендер камера сгорания она же должна его подождите еще такой ой 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 это я чё нажал это я не то нажал хоть я на таб нажимал и ошибочка вышла так еще раз листаем нет нет а и так так отменяется концепция этого двигателя действительно у меня еще нету двух компонентов которые надо разве серчите тогда они позволят мне снимать нагрузку ну тогда значит у нас будет модульный двигатель ну а чё делать значит будем баловаться с модуль никами возвращаемся к модуль ником и естественно у нас будет 1 ну размером один-на-один значит кранкчафты это наша так будет ли не высоко ну давайте так попробуем сейчас сколько на 4 в длину и и будем разбираться сейчас что у нас куда можно пристыковать потому что я уже не очень-то и помню кулант охлаждение давайте ее снизу повесим вот так будем считать что это охлаждение так аля картер но это не он далее у нас здесь engine клатч и это у нас кранчафт конверт а это конвертер конвертер нам не нужны здесь далее нам нужны цилиндры значит вопрос сколько у нас будет цилиндров ну что сделаем восьмицилиндровый вот вот так сделан давайте да попробуем во всяком случае далее нам нужно будет воздух нам нужен будет выхлоп нам нужен будет топлива все это смешать выйти и охлаждение я уже повесил далее теперь когда мы стоп когда мы это все создали вот это я сейчас уберу чтобы она мне и не мешала так наверное центр масс я тоже уберу пока значит здесь я создал далее где у нас тут они там переделали немножко визуально я помню engine air manifold и где-то тут другой у нас манифолд они переделали это модуль арстрейт это air это просто манифолд передача это engine чем разница engine манифолд и air манифолд и вот есть fuel манифолд так а в чем разница давайте почитаем окей значит цилиндры которые соединены в линию могут использовать один манифолд для того чтобы отдать я посмотрю на него то есть он в принципе как как расширитель я так понимаю то что я не помню этих штуковин это он странный получается если здесь воздушные поставить это же воздух у нас так хорошо то есть если я поставлю воздух например вот так даже воздух воздух они должны получать воздух все также если мы поставим топлива начат топлива красным не нарисовали ну ладно то они должны тоже получать топлива теперь выхлоп значит тут должен быть x-host так экзост угловой и экзост прямой ну например а мы сделаем угловой например так вот только не в эту сторону а наверх так и потом там трубами как-то продлим туда и выхлоп сделаем вроде так я могу ошибаться по конструкции но согласно описанию должно работать именно так теперь нам нужен маховик накапливающий энергию значит маховик у нас где почему его не вижу вот он fly will то есть маховик мы сразу ухты ёшкин ты баба ёшкин это как-то не серьезно с вашей стороны ребята я не ожидал на такое ну ладно хорошо тогда тогда вот так но здесь мы развернемся сюда в принципе самом деле можно развернуться и вдоль этого пойти если очень надо но опять же согласно логике описание оно должно сработать и так и там сверху а давайте а вот здесь пойдем вот так так а зачем я сделал вообще все наоборот зачем я топлива подключил сверху а воздух снизу когда надо абсолютно наоборот бы логически было сделать это так тогда бы я воздух куда выпадал а я вот так сделала знаете вот так и здесь тогда у нас будет топливник и топливник мы подадим как-нибудь вот так мы уже смотреть куда чего подавать сзади на мне кажется вот это сейчас надо пока убрать чуток и потом просто вверх выпустить потому что здесь у нас сейчас я вот не знаю должна у нас быть вот этот drive engine то есть штука которая крутит деталюхи а деталюхи у нас следующие значит альтернатор он должен быть без него никуда это по сути генератор наш так только нам нужен он один сейчас вот и оде ремешок ты наверно не рисуешь да ну ладно далее нам нужно что fluid pump ну не знаю стартер стартер я надеюсь наконец-то починили но на этом он работал и так далее здесь вот fluid у нас смотрите я так понимаю эти штуки тоже у нас шарят одно и то же да да которые не вместе они должны зашарить единую систему поэтому можем здесь отключить например или или где у нас тут или здесь например включить и сюда поставить фил по но не fuel pump это просто обычный насос для любых жидкостей а каких мы сейчас разберемся это у нас in это out и мы его можем например ну я не знаю опять же сейчас пытаемся понять логику игры если она все честно то он должно работать вот так я не следил за изменением поэтому если она на стоп сюда не получится да то нас топлива 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 хорошо тогда если опять же если верить логике разработчиков оно должно быть вот так здесь мы можем обойтись без ничего развернуть это сюда да мы можем так сделать сейчас объясню что я сделаю с вот этими частями а с вот этими частями я сделаю следующее я их разверну внутрь вот так и они у меня будут шарить общую трубу на топливо вот так вот и будут подсос топлива идти здесь у нас зацикленная можно сюда будет встроить систему охлаждения сейчас надо просто понять что она работает в принципиальном положении так сюда воздух воздух воздуха закачка где у нас тут дополнительно ничего не придумали вроде бы нет вставляем сюда воздух выхлоп мы в принципе вставим без вопросов выхлопной 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 патрубок у нас пойдет это вот сюда пускай и здесь у нас это будет вот таким образом далее 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 ну давайте выхлопные сделаем нормальные сейчас вот вот так и поглядим что получится снизу снизу бачок снизу бачок причем желательно большой бачок даже тебе не надо да где ты там развернись ты по-человечески на что ты как не наш так вопрос тут вроде бы дизель да вот вроде так должно работать дальше давайте его за спам не посмотрю сгенерил он вообще ремешки или нет мне просто интересно да сгенерил смотрите есть ремешки ну прекрасно прям вот отличным образом и тут где-то датчик температуры даже был по моему сверху когда-то если я не потерял вот температурный сенсор только он напомните мне на какую он вешается ага он вешается прямо вот сюда вот повесим ее сюда замечательно чего я еще забыл ну управление все дела это ясное дело мы сейчас достроим ноги чтобы она не падала так меня часто мало волнует главное чтобы он не падала на чтобы она работала маховичок мах маховичит на маховичок мы ставим клатч клатч который будет управлять у нас этим делом и сюда мы сейчас заведем или можно будет его потом сдвинуть на 2 и поднять наверх сейчас надо это дело завести мне бы памяти по поводу смеси как это работает я сейчас быстренько что-то придумаю так значит давайте сразу будем настраивать его ну во первых аккумулятор ему пихнем так сюда пускай стоит за креслом что кстати там и будет стоять далее далее нам ну а это чё у нас air filter и rm о прикольно дуделка появилась нет это воздухозахват да да слушайте тут много всего появилось этим надо будет играться она все еще конечно в таком раннем доступе но все еще в бете висит ну как это в d в ветке так подождите где мои механические детали я все потерял вот и давайте пробовать значит вот это у нас будет воздух это у нас смесь это у нас будет клатч так сейчас давайте сразу все покрасим в тестовый цвет это ромболит покрасьте все это у нас воздух нет вот это миг микс черта то вот это воздух окей значит настройки у нас следующие по воздуху это будет air throttle это у нас должно быть от 0 до полторашки примерно и стартовая пускай будет единица так далее далее вот микс черта это микс черт у нас будет у нас от 0 до где-то сколько там было последний раз 0 0 1 так и старт был какой-то вообще мизерный 0 5 вот что такое мы ставили на стриме тогда вроде так далее ну клатч понятно там все в принципе просто белый цвет верни мне пожалуйста далее что на что значит но электричество во первых да давайте с электричеством ромблин ладно неважно это что у нас это у нас эти штуки генераторы работают далее данные значит клатч клатч у нас выходит вот сюда тут все понятно далее что у нас вот это это у нас air money фолды да а стоп вот это у нас air money фолды и они у нас вот идут сюда она же 2 я забыл вот это это идет сюда что у нас здесь что у нас здесь это клатч прэшер на альтернатор и на клатч прэшер ну давайте хотя бы повесим пока на воздух так ну примерно далее температура нам не нужно это такое дело логика стартера так кнопочка где наш кнопочка это push button и давай тебя сюда тебя вот сюда и к электричеству тебя так вроде ничего не забыл или забыл там что-то что-то лад давайте попробуем вот не помню уже сушки для меня это уже как говорится за раздела но новой загадки так ночью электричество есть что у нас тут эффективность 21 процент температура двадцатка топлива поступает давайте пробовать ничего не слышал странный звук не подхватывает что-то в ней не хватает микс хочу микс 0 а потому что блин у нас настолько мелкий что но его не показывает так будем проверять чё нам остырил что-то не то еще раз значит во первых я забыл что у нас же зависимость функции air от не air соответственно это x на 32 мы говорили что 32 это у нас лучшее соотношение я функции наши господи идите сюда экспонента вот функция можем здесь сделать следующее значит у нас это air throttle то есть она у нас управляет напрямую воздушной заслонкой так воздушная заслонка тоже воздух воздух а вот эта часть будет управляться топлива через смесь соответственно x давайте деленный на 32 это все могло уже поменяться я щас блин по памяти фигачу так и тогда получается а вот у нас будет сама микстер нет вру нет микстер у нас влияет так что-то я совсем куплю щас значит так нам надо подать воздуха больше чем топлива то будучи не чем это сама значит вот вот отсюда должно просто вот эта часть она может влиять на соотношение топлива больше или меньше вот ну давайте так попробуем блин я чуть и так разнесло сейчас посмотрим учета там рычит нам пытается рвануть учет не сильно у него по ходу получается 9 процентов до нас так топливная смесь вообще что там 220 fuel rate 220 серьезно почему а чем даже не меняется и кому а ну давай мы тебе сейчас полторушка я обратную сторону поставил так хорошо вот air fuel так 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 вот это получше блин 220 сразу интересно вот 41 падает она попробуем ой шо шо со светом происходит шо со светом стало почему резко темно стало здесь было хоть как-то видно так и опять пошел 140 от почему он ползет так хорошо значит что я хочу передеть во-первых я хочу передеть кнопку вот эту мне вот это клацанье вообще не устраивает от слова совсем где она у нас тут тоггл 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 то есть стартер включил и пусть плавает так значит стартер я же надеюсь стартера хватает но раньше хватало еще раз значит у нас воздушная смесь идет отсюда здесь у нас показатель от нуля до полтора стартовая пускай будет единица да то есть это один объем воздуха мы получаем давайте сенситивить и сделаем там тридцатку так далее на вот эта штука пока отставим ее значит вот это делит на 32 то есть мы должны получить на одиницу объема воздуха мы должны получить одну 32 объема топлива и мы это выдвигаем на заслонку правильно мы сюда получаем это и это выдвигаем на топливную заслонку у меня вопрос правильно ли я собрал в принципе вот эту всю канитель то есть но опять же согласно логике разработки но должно быть здесь они шарят общую они не шарят общую манифолд я неправильно собрал они стоят на цилиндр они не шарят манифолд вот что я сделал неправильно я сделал сейчас пересоберу так я переделал немножко но во первых слушайте я ступил потому что манифолд я не сделал да хотя общий но вот вроде бы вот так вот теперь поставил уголки развернул не знаю имело ли это смысл или нет в принципе охлаждение тоже поставил двумя вывел сюда же и и немножечко поменялась логика значит я логику сделал так во первых через блок и микчур ну то есть как в самолетах у меня логика только такая значит этот нас остался который основной троттл да можно не сказать ну air я написал троттл потому что мы управляем количеством воздуха который подается давайте вот так air чисто в скобочках для нас то есть от одного до полтора не знаю давайте два сделаем хрен его знает ну мне кажется это окей далее микчур микчур я сделал следующее значит надо попробовать то есть основное соотношение у нас 21 часть до 20 кстати можете математику неправильно написал нам нужно получить двадцать одну часть топлива по отношению к одной части то есть стандартное значение 21 да то есть я единицу делю на 21 либо я совсем затупил с математикой то есть я взял x на y до что является вот x это у нас воздух и рек это у нас микчур и вывел это все на топливо мне кажется я по-моему неправильно сделал если единицу получу на 2 по дедулю на сети ночью правильно 1 21 то есть это 20 значит 21 часть воздуха на на единицу топлива по моему так слушайте если ничего не перепутал я мог перепутать с цифрами я вот что-то мне 21 голове крутится короче и вывел это туда все остальное в принципе стал только большую батарею на всякий случай да и клачем ничего кстати не управляли ли поставил клач они поставил клач но я его не вывел давайте для тестов выведем на чтобы интересно уже было здесь пока вот так это сделаем хорошо тогда папа а давайте трубой к нам принципе к лишему разница сейчас чисто попробовать и посмотреть если мы с этим делом заведемся можно будет продолжать и уже оптимизировать но вы мне напишите где я ошибся потому что как я девиз канала сказал не накосячил считай не играл так а носите не забываем у нас здесь игра они инженерные решения блин в реальной жизни ну ты будешь работать 144 о стоп подхватился давай мы тебя микс чур уменьшим чем получится у 39 так но я с математикой ошибся трешка вот 20 . так мне кажется он работает 3 рпс а4 а ну о завелось завелось давай по моему он по ее и так тихо тихо сбавляй 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 то ты сейчас пыхнешь так аж у нас посыпать ли двадцатка так вот на 02 шутя будет получается сейчас он остынет маха маховик там ему еще своего добавить давайте 005 посмотрим и поставим еще он сейчас резко у нас просто мне интересно на холостых он в какие в каком состоянии будет работать так я лампу сюда повесил чтобы хоть что-то было видно ночью значит топливо у нас как-то странно в минусах подсосы так но здесь то мне нравится что у нас тахометрия минус единицы эффективность 84 а здесь 86 доведем до богатой смеси 87 и по моему мы шесть рпсов и останавливаемся ну и мы за дождя ни черта не слышно если сейчас тройка будет то значит он стопорит но походу из трубы ничего не идет поэтому до 3 рпс а а ну где-то он тут он на тройке на полуторке он там что-то деребунь к это его слышно и вон выхлоп идет давайте добавим нагрузки чуть да не видите крутятся в одинаковую сторону полная нагрузка что получается 12 рпс а под температуре 37 38 ну слушайте в принципе как для старта очень даже ничего главное головой не подставляться микс 36 семич блин что-то меня очень пугает смесь но вот куда-то ты взлетел парень так и что у нас парпиемом там 100 сотка уже я 39 смотрите это напрямую так у нас вращаются лопасти на 39 так стахометрия ну короче что-то надо с ней делать температура меня устраивает на самом деле микс 26 надо с математикой до минус 1 183 полезно нет значит надо тут от единицы опять же управлять до какое-то значение нового в общем то нормально работает хорошо думаю на этом можно будет сейчас завершать это все дело только единственное что я хочу попробовать сейчас тогда поставить этот винт обратной стороной и посмотреть что будет мы стали 3 нейтральная и мы уменьшили вот так также вроде бы да тогда еще раз запускаемся только тогда давайте попробуем поменять здесь немножко если мы сказали там слишком много тогда мы берем от единицы от нуля точнее до пускай 4 будет стартовое значение будет единица и немножечко уменьшим чувствительность попробуем то есть единица на 4025 ну вот да чё я чё я чё я тупила раньше скажите мне так про меня непонятно почему так долго заводится работает вроде работает смотрите 3 rps она звук идет о они начали вращаться в разный сторону блин какой кайф что у нас по стахометрии 6 и 9 и эффективность 21 ну а ну если мы 0 так 6 и для чего ничего на никак не реагирует больше единицы о взбавляй вход что-то там раскрутилось до какого состояния 32 и так теперь у нас эффективность ну как-то странная эффективность на самом деле минус 19 рейд 15 короче надо с этим сидеть разбираться господа я вам так скажу что то оно вроде как вот рядышком да но вот вот не совсем рядышком надо посидеть посчитать эту математику вот стахометрия единица fuel aspect rate 1 1 но это вообще как-то странно но главное что оно работает и главное что наши винты крутятся в разные стороны чему я несказанно рад все пишите комменты по поводу того чего сюда надо допилить где я не прав то что я не прав мы абсолютно объективно видим но надо с этим разобраться буду рад любой конструктивной критики всем пока это был stormworks game dragon это мы пытались тестить новые пропеллеры новые винты и мы будем их внедрять в карьеру я хочу сделать на них вертолет вместе с модульными движками только надо модульные движки освоить потому что есть подозрение что кроме модульных движков скоро в игре и ничего-то и не останется обычные движки могут запросто замениться на другие ну все всем пока хорошего настроения не пропадайте а